здравствуйте комплект для самостоятельного монтажа чиллера подготовлен к отправке значит это будет 14 киловаттный блок внешний блок кондиционера на 380 вольт блок у заказчика свой все остальное я подготовил что сюда входит в комплект ну во первых теплообменник он уже утеплен впаяны трубы сразу серебром появится тридцатка афлюсованным чтобы все это дело по месту не паять не пожечь теплоизоляцию сразу впаяны трубы здесь делают стаканчики мастера ну и появится там может быть подогнуть им надо будет труба здесь 3 четвертная на газе и на жидкости одна вторая лет 3 четвертной трубы для поворотов два уголка потому что труба толстая гнуть ее будет сложно лучше спаяться уголками я так считаю значит полипропилен сразу вкручены американки нален с пастой здесь разборное соединение это американка можно раскрутить снять установлена реле потока она не подключена значит и соответственно датчик под вернее гильза под датчик установлена туда заложена термопаста потом сюда датчик погрузят и все ну и соответственно полипропилен там дальше будут либо полипропиленом трассу вести либо какие-то переходники впаяют под резьбу уголки 4 уголка они значит устанавливаются вот так напротив друг друга и теплообменник будет крепиться траверсы и шпильками чтобы не про промять здесь утепление подкладываются уголки дальше что у нас дальше значит блок там 2 вентиляторный он будет установлен на улице соответственно эти вентиляторы нужно регулировать их вращение по давлению фреона фреон 410 на один вентилятор будет установлено rdk 84 вот она с инструкцией по монтажу в коробочке на второй вентилятор будет установлено реле давления на включение выключения это капиллярная трубка для подключения реле давления на жидкостную сторону там по место его подключат реле контроля фаз с инструкции по подключению дальше насос оазис cs25 4 с переходниками сразу под полипропилен значит это его американочки прокладочки и сам насос с инструкцией все резьбовые соединения я накрутил проверил все нормально был один претендент у меня открывая насос и на одной такой вот американки нет резьбы не нарезали китайцы бывает забывают поэтому лучше проверять сразу автоматика инструкция на контроллер здесь значит термоусадка и для подключения реле потока такие вот термоусадочные тоже там внутри них что-то наподобие припоя нагреваешь зажигалка спаивает провода классная штука контроллер с кнопкой включения выключения в блоке контроллера питания 12 вольт и соответственно через реле потока у нас будет идти тоже 12 вольт потому что она не предназначена для большего напряжения ну вернее до 100 вольт производитель пишет можно на 220 я пробовал она горит провод 5 метров проводов на все значит один провод на реле потока здесь два проводка видно до коричневый синий их подключат вот к этим проводам здесь полярность не имеет значения абсолютно безразлично то есть при включении насоса происходит замыкание эти два провода начинают два провода начинают прозваниваться я их проверил тестером нажимал реле потока все работает реле потока тоже проверяю всегда потому что ну мало ли что значит датчик тоже 5 метров он уже сразу подключен здесь подпаян все вот датчик температура дальше значит провод для подключения насоса тоже 5 метров подписан линия нейтраль заземления и еще один провод это у нас питание контроллера насоса и провод управления здесь он подписан внешний блок то есть этот провод бросается к внешнему блоку заземление соответственно заземление расключаем дальше есть коричневый провод линия поскольку блок трехфазный мы можем посадить на любую линию не имеет значения там или 1 или 2 или или 3 нейтраль обязательно на нейтраль и третий провод черный это сигнальный провод один магнитного пускателя то есть на магнитном пускателе по умолчанию нейтраль приходит сразу а фазу мы подаем вот через этот провод через контроллер в момент запуска то есть контроллер дал сигнал на запуск на этом проводе появилась фаза и магнитный пускатель замкнулся все компрессор включился работает значит что касается rdk 84 его рекомендую подключать брать фазу с включения компрессора чтобы на нем постоянно не было питания на вентиляторе ну вот в принципе все вот такой вот комплект таких комплектов уже отправлял немало все сами по месту монтировали собирали если возникали какие-то вопросы созванивались и значит вопросы все эти решали у всех все работает вчера я отправлял в таиланд это наверное это был ноябрь конец ноября или начало ноября уже не помню отправлял в таиланд два комплекта спа комплекс один для охлаждения купили второй для нагрева вчера они запустились от тестировали все работает там возникли вопросы по реле потока но в итоге разобрались там неправильно подключили трубы вход-выход перепутали по воде все это переделали ну и в принципе там на месте ну толковые мастера разобрались вопросов был минимум минимум вот так что вот такие вот комплекты можно что-то добавить можно что-то убрать допустим если куда-то далеко отсылать насосы по месту приобретают что все это вес соответственно дороже стоит пересылка если кому-то нужно что-то подобное обращайтесь есть на разные мощности вот одного киловатта до 20 по холодопроизводительности есть также на тепловые насосы теплообменники да еще датчик запасной температуры бывает что он выходит из строя крайне редко но лучше пусть он будет все остальное там в принципе достаточно надежно все всем спасибо до свидания